Друзья мои, спасибо, во-первых, за то, что все откликнулись и пришли сегодня в таком количестве. Нам это очень приятно, здесь, на площадке Белорусского телеграфного агентства. Ну, чтобы не затягивать, сразу представлю нашего сегодняшнего героя, гостя, ну, все вместе, наверное. Это Томас Шмидт, судья Воеводского административного суда города Варшавы. А вот зачем Томас Шмидт здесь, что он планирует и так далее, я думаю, он лучше всего расскажет сам. Томас, пожалуйста. Кручутко повем пару слов о себе. Кем я являюсь и чем я занимался и занимаюсь. Я гражданин Польши, я Поляка. Я являюсь судью административного суда Варшаве. Чтобы показать, что это не то, что это не шутка, я показываю вам свое служебное удостоверение. И копия акту номинации президента Комаровского с 2012 года. И это копия постановления о назначении от президента Комаровского с 2012 года. Кроме того, что я был судьей, я работал в Министерстве Юстиции. В окружении трех вице-министров. Один из них сейчас является европослом. Второй посол в Сейм. Третий вице-министр вынужден был подать в отставку в 2019 году после аферы, которая была в Польше. Почему я приехал сюда к вам? Если речь идет о ситуации в моей стране, то это выражение протеста против того, как проводится политика по отношению к Беларуси и России. Это единственный способ благодаря Беларуси, благодаря тому, что я здесь, я могу свободно высказаться. Ситуация сейчас такая, что страны, такие как Америка, Великобритания, конечно, хотят привести Польшу в войну безусловно, не только через помощь. В настоящий момент ситуация складывается так, что страны Америки желают вести в Польшу войну, в зону конфликта, непосредственное участие, чтобы Польша принимала. Чтобы противостоять этому, я должен об этом говорить, но в Польше я не могу это сделать. Наши политики из Варшавы должны очень серьезно задуматься и дальше восстановить диалог с президентом Лукашенко и с Россией. Ни место, ни время не являются случайными. Встречаемся в Минске, потому что с моей стороны это выражение дань уважения президенту Лукашенко за сохранение мира и спокойствия. Можно вспомнить хотя бы соглашения Минск-1 и Минск-2. Можно вспомнить хотя бы соглашения Минск-1 и Минск-2. Если бы правительство Украины придерживалось этих соглашений, войны бы не было. Нужно также подчеркнуть действия президента в направлении стабилизации в нашем регионе. Если речь идет о том, что я могу сделать, то я бы хотел вам зачитать заявление и подписать его. Это то, что я могу сделать в связи со сложившейся ситуацией. Продолжение следует... Продолжение следует... На основе перечисленных положений... Зрекам себя с установива Сендиго Республики Польской Воеводского Сонда Административного в Варшаве. Я отказываюсь, подаю заявление об отставке с должности судья Воеводского Административного Суда в Польше. Зе скутки натхмиастовым. С немедленным вступлением в силу. През целое życie заводовое, на протяжении всей своей профессиональной жизни, я был судьей. Почетливо, как сэндзя Сонда Рейонного. Сначала, как судья районного суда. Наступнее, сонду округового. Далее, окружного суда. Номинации на становиско сэндзего Воеводского Сонда Административного в Варшаве. Назначение на должность судьи областного административного суда я получил из рук президента Бронислава Комаровского в дню 19 п. 2012 года. 19 октября 2012 года. Отставка с должности судьи – это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации. Чинтен естеж выразом протесту против ко деланиям, змежающим до впровадзения моего краю, этот поступок является также выражением протеста против действий до безпосреднего конфликту збройного, которые направлены на вовлечение моей страны в непосредственный вооруженный конфликт с Республикой Беларусь и Российской Федерации. Это также призыв к польским властям нормализировать и урегулировать добрососедские отношения между Республикой Польшей, Республикой Беларусь и Российской Федерации. Я хотела бы подписать это в вашем присутствии. На самом деле, исторический момент, господа. Я не думаю, что многие из нас видели, как польский судья подписывает в городе Минске заявление об отставке. Томаш демонстрирует заявление. Субтитры делал DimaTorzok